Существует четыре роли, четыре корпоративных витамина, благодаря которым организация сохраняет свою жизнеспособность. Результативность, администрирование, предпринимательство, интеграция, роли, витамины, можете называть как хотите. P – это результативность, то есть P дает нам результаты. И – не просто какие попало результаты, а желаемые результаты. Это хороший вопрос. Что же такое желаемый результат? Очень многие путают эти понятия. Они говорят «прибыль». Если вы сможете реализовать все четыре роли, тогда будет прибыль. Если у вас только P и A – администрирование, то вы можете быть краткосрочно действительно рентабельны. И если будет предпринимательство и И – интеграция, то у вас будет долгосрочная рентабельность. Одним словом, прибыль – это результат. Это результат здоровья. Если есть здоровье, будет прибыль. То есть прибыль не сделает вас здоровым. В методологии Адизиса это является символом. Возьмите любую церковь любого вероисповедания. Католическую, православную, протестантскую, лютеранскую и даже индуистскую. Все они, как это интересно, заходят в Дом Божий, и при этом святые всегда почему-то стоят вот так. Почему все святые изображаются на иконах вот так? Что это за штука такая? Почему такая поза? Это называется ханса на Ближнем Востоке. Женщины сюда наносят украшения. Часто это можно видеть при входе в Дом на Востоке. Что это такое? Пожалуйста, посмотрите сюда, на мою руку. Что мы здесь видим? Мы видим ладошку с пятью разными пальцами, но они вместе. Они разные. Что вам говорят святые? Будьте каждый уникальным, но вместе. То есть, оказывается, мы можем быть разными, но при этом дружить. Не по отдельности, но вместе, понимаете? Каждый уникален. Каждый особенный. Быть всем вместе, но обязательно одинаковыми. Это паралич. Нам нужно, чтобы были разные роли. Вопрос, почему они нам нужны вместе, при всем своем различии. П ориентируется на задачи. Хватит разговоров. Делаем. Это действие. А наоборот, организация. То есть, нужно послушать. И мы работаем сердцем. Обращаем внимание друг на друга. И то, что я скажу сейчас, будет особенно важным именно для России. На практике моей консалтинговой работы в России с российскими компаниями, из-за советского наследия, которое здесь очень сильно, я заметил одну особенность. Дело в том, что компании, с которыми я работал, организованы по принципу заводов. Заводы – это источник ценности, правда? А завод – это всегда спиной к рынку. Вам нужно развернуть компанию лицом к рынку. Ценность рынка – это клиенты. Поэтому желаемый результат, результат, который вы хотите получить, это результат, который удовлетворяет потребности клиентов в первую очередь. И его можно померить. Вы должны уметь это мерить. Но не доли рынка. Я вам скажу, как это мерить. Представим себе, что у вас ресторан. К вам приходят однажды и больше никогда не возвращаются. Это хороший ресторан или плохой? Если к вам приходят только один раз, это плохой ресторан. Как узнать, что ресторан хороший? Где есть очереди? Где люди приходят снова и снова? Ваши клиенты к вам возвращаются или нет? Если они возвращаются, это потому, что они довольны. Вы смогли удовлетворить их потребности. Муж возвращается к жене, значит, жена его удовлетворяет. Жена возвращается к мужу, значит, муж ее удовлетворяет. Вы скажете, да, но у меня монополия. Они обязаны возвращаться. У нас рыночная монополия. Задайте себе вопрос. Если бы у них был выбор, они бы вернулись? То же самое и с рынком. Оценивайте свой успех, корпоративный, по проценту повторных продаж. То есть регулярных продаж. Одним и тем же клиентам. Да, это хорошо, когда вы удовлетворяете потребности компании. Но выручка может расти, а прибыль падать, потому что вы неэффективны. Да, вы удовлетворяете клиента. Но крайне неэффективно. Вы теряете на этом деньги. Поэтому нужно не только удовлетворять клиента, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого вам нужно А, то есть администратор, в нужное время, с нужной интенсивностью, с нужным объемом, по соответствующей цене. Есть определенная система, определенные стандарты операционных процедур, которые обеспечивают рентабельность компании. Есть определенный процесс, который позволяет удовлетворить и клиента, и при этом зарабатывать. Это администрация. Если вы удовлетворяете клиента эффективно и результативно, вы будете прибыльными. Вопрос, почему клиент к вам возвращается? Потому что он готов заплатить ту цену, которую вы запрашиваете за удовлетворение его потребностей. И если вы способны сделать это по соответствующей цене, то все, что останется, будет вашей прибылью. И если вы смогли эффективно удовлетворить клиента, спасибо большое. Все. Одним словом, для того, чтобы быть эффективным и результативным долгосрочно, а именно удовлетворять будущие потребности клиентов или потребности будущих клиентов, вы должны быть предпринимателями. Вы должны иметь видение будущего. То есть вы должны держать в голове возможные будущие потребности клиентов, либо потребности будущих клиентов. Вы должны вообразить себе будущего клиента и начинать готовиться сегодня для клиента, который придет к вам завтра. А здесь очень интересная мысль в отношении P. P ориентирована на задачи. Так что нужно клиенту? Давайте это сделаем. Давайте ее реализовывать. Клиент хочет это. Делаем. А организует системность, системный подход, продуманность, ориентированность на детали. Для этого вам нужна креативность. Вам нужно изображение. Совершенно разные потребности, разные личностные характеристики, разные стили управления. Для долгосрочной эффективности что вам необходимо? Интеграция. Почему? Потому что когда система прекрасно работает, то нет потерь. А тоже помогает системе работать вместе. Но это все по руководству. В то время как И, интеграция, всегда личностная. Я нравлюсь вам, вы нравитесь мне. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Вы следите за мной, я слежу за вами. Мы друг другу помогаем. Руководство не всегда. Дружба навсегда. И это дружба. Разные типы управления конфликтны между собой. Возьмем, например, несовместимость между П, результативностью, и А, администрированием. П хочет результата. А хочет организованности. Кстати, знаете, слишком высокая степень организации не дает организовать действия. Кто из вас работает на бюрократию? Правда, кошмар, столько подписей, столько пустых разговоров. Просто ничего не делается. Только бегаешь, заполняешь бумажки и читаешь эти же самые бумажки. Администратор убивает П, нацеленного на результат. И во многих бюрократических системах, мой совет, прежде всего, если вы хотите получить результат, будьте менее эффективными. Все эти руководства в топку. Дайте себе гибкости. И нацеленный на результат тоже может убить администратора в стартапе. Столько работы. У нас нет времени на организацию. Поэтому П может убить А, если это стартап. Предприниматель тоже может убить администратора. Столько всего невозможно организоваться. Нацеленный на результат также может убить предпринимателя. Столько всего, что даже нет возможности заглянуть в будущее. Люди, которые очень много работают, но при этом не зарабатывают. Так вот, между этими ролями всегда есть конфликт. И поскольку они конфликтуют сами по себе, существует достаточно высокий шанс того, что, скорее всего, они вместе не уживутся. Они распадутся. Никому не нравится общаться с человеком, который вообще не как вы. Думает не как вы. Выглядит не как вы. Все делает не как вы. Например, предприниматель. Он смотрит в будущее. Он ничего не помнит про прошлое. Он всегда смотрит в будущее. Администратор, наоборот, в будущее не смотрит. Там слишком все сложно. А нужно прошлое, нужна организация. Обратитесь к человеку типа администратора и спросите, в чем проблема? Он всегда начнет с Адама и Евы. И спустя столетия, вот мы и наша компания. Тип П, нацеленный на результат, наоборот. Для него не важны ни прошлое, ни будущее, только этот момент. Здесь и сейчас. Хватит. Не тратьте мое время. Работаем. Понимаете, в чем разница? Именно поэтому совершенно естественно, что они разбегаются. Вот это неестественно. Как и в браке. Чтобы все работало, нужно прикладывать усилия. Сам по себе брак зачастую распадается. Потому что есть изменения. И изменения – это сила дезинтеграции. Над этим нужно работать. А разбежаться – это естественно. Вопрос – как над этим работать? Какой самый важный палец у вас на руке? Нет, не этот. Какой самый важный палец? Понимаете, в этом проблема России. Вот в этом пальце. Все из-за автократии. Из-за этого пальца. Когда я был в России 3-4 года назад, я заметил, что на собраниях компании говорит только начальник. Все остальные сидят, слушают, хлопают ушами, моргают. Тишина. Один палец правит. Всего один палец. Знаете, чего не хватает здесь? Я всем в мире об этом говорю. Я возьму сейчас любого директора российской компании и поставлю его конкурировать с американским, французским, немецким, еще каким-нибудь. Я буду ставить всегда на русского директора. Потрясающий уровень образования, очень умная, яркая личность. IQ бешеный просто у русских. Супер. Все умные. Так почему же в таком случае Россия не является тем локомотивом? Потому что это все под замком, понимаете? Работает только один мозг. Колоссальные ресурсы не высвобождены. Не используются. Работает только один палец. Все остальные парализованы. В этом проблема России. Так все-таки, какой палец самый важный? Кстати, он называется не палец. По-английски для этого пальца свое название. Thumb. В чем его задача? В чем его задача? Его задача в том, чтобы все остальные работали вместе. Если у вас нет большого пальца, у вас нет руки. Рука перестает работать. Это роль лидера. Ваш большой палец – это лидер. В этом его роль. Обеспечивать взаимодействие этих четырех. Тем самым создавать целостность. Руку. Потому что они нужны друг другу. На самом деле. Мы нужны друг другу. Нам нужны и юристы, потому что они занимаются администрированием. Нам нужен маркетинг, потому что это предпринимательство. Нам нужны продажи и производство, потому что это результативность. Нам нужен HR, потому что они занимаются интеграцией. И они должны работать вместе, потому что каждый занимается своей ролью. Вопрос. Кто должен заниматься их интеграцией? Вы – лидер. Это ваша работа. Представьте себе тысячу маленьких компьютеров, которые работают вместе. Они мощнее, чем один суперкомпьютер, потому что их много. Одним словом, нам нужны все четверо. Нацеленные на результат, обеспечивают функциональность организации. Администратор делает организацию систематичной. П, А и И, интегратор, очень хорошо укладываются в жизненный цикл корпорации. Объясняют причину. Вообще, откуда этот жизненный цикл взялся? Почему это так происходит? Почему он именно такой? Первое, что вы развиваете – это предпринимательство. Это ваши мечты. Да, компания родилась. Все, хватит мечтать, пришло время делать. Тогда начинается результативность. Развивайте результативность. Затем нужно работать вместе. Давай, давай, давай. Теперь развивайте администрирование. Время организовываться. Дальше – расцвет. Все есть. И Р, и А, и П. Что остается? Правильно. Нам нужна И – интеграция. Почему компании в итоге стареют и скатываются? Что вызывает старение? Нехватка И – того самого предпринимательского духа, изменений. Посмотрите на стариков. Они не хотят меняться. Они уже состоявшиеся. Все, вот мой домик, вот моя комната, койка. Все, меня не трогайте, дайте мне состариться и умереть. Все, я старый. Молодежь меняется. Старики меняться не любят. Когда И у нас уменьшается, вы начинаете стареть. Компания начинает стареть. Почему я как раз и спрашиваю, какой процент выручки вашей компании приходится на продукты, услуги и рынки, которых у вас не было три года назад? Это лакмусовая бумажка. Вы говорите, не один. Все? Вы начинаете стареть. Вы не создаете ничего нового. Одним словом, меняетесь быстрее, либо умрите медленно. Итак, когда П и И снижаются, то в итоге что происходит? Правильно. И рынка нет больше. Вы никому не нужны на этом рынке. Теперь что? Что вам остается? Р – ноль. П – ноль. И тоже исчезает. Мы начинаем тыкать пальцем. Ты виноват, нет ты. Виноват он. Начинается перетягивание каната, начинается поиск этого козла отпущения. И если смерть не наступает, то превращается это все в бюрократию. То есть в одну единственную «А». А она зависит от внешнего источника финансирования. Не от рынка. Под внешними я имею в виду деньги налогоплательщиков. И смерть в любом случае наступит, так или иначе. А смерть – это четыре нуля. Главная причина потери предпринимательского духа – это стиль лидера. Лидер основал компанию. И тут он говорит, так, мне все надоело, я создал эту компанию, но управлять – это такая головная боль. Мне нужен профессиональный управленец. И он приводит «А», то есть главный финансовый директор, превращается в генерального директора. В чем же проблема «А» – лидерства? В том, что он забывает уйти. Он пришел, и это навсегда. Он не понимает, что ложка хороша к обеду. Он доводит компанию до расцвета, но уходить не хочет. И начинает душить компанию. То есть его стиль лидерства уже не подходит в рамках жизненного цикла компаний. Я сейчас приведу вам очень простую аналогию. Ваши дети растут, и вы должны по-другому к ним относиться. Вы же не можете к подростку относиться так же, как к младенцу. Он не хочет, чтобы вы сидели у него над душой. Ему нужна свобода. Меняйте стиль отношения к своим детям, исходя из их возраста. Одним словом, «А» прекрасна для юности. Но теперь уже нет. Итак, если стиль лидера не соответствует стадии компаний, таких лидеров нужно менять. Если вы думаете, что лидер может взять вот так вот раз и поменять стиль, забудьте об этом. Лидеру нужно прийти и уйти. Еще один момент. Он касается амбиции лидеров. Так вот, есть желание, а есть ожидание. Можно расти количеством, можно расти качеством. Именно поэтому нередко в компаниях одна часть говорит, «Так, нам достаточно. Я хочу сохранить то, что есть». А другая говорит, «Нет, нет, я хочу еще больше». Обычно в компаниях пара основателей. Поэтому они и тянут в разные стороны. Третья причина называется «относительная доля рынка». «Разговариваешь с компанией, спрашиваешь, какова ваша доля рынка?» «Говорят, мы лидеры рынка, у нас 34% рынка». «Прекрасно, хорошо, замечательно». «А у следующего конкурента сколько?» «О, отвечают они, они далеко от нас, у них 17». «Так у вас проблемы». «Как это проблемы?» «У нас в два раза доля рынка больше, чем у конкурента». «Говорю, да». «Хотите быть чемпионом в любом виде спорта?» «Например, в забеге на 100 метров». «Вам нужно, чтобы другой атлет, что называется, наступал вам на пятки». «Понимаете?» «Или возьмите скачки, к примеру». «Очень важно, чтобы была конкуренция между лошадьми». «Есть у вас 34% рынка, а у них 17%, естественно, вы чувствуете успокоенность. Вам нужен сильный конкурент для того, чтобы не спать, чтобы идти вперед. Только конкуренция обязательно будет толкать вас вперед. Конкурент – это хорошо. А мне часто говорят, «Ой, новый конкурент пришел». «Ну и хорошо. Порадуйтесь». «Отлично. Вот вам бессонная ночь». «Как это, собственно, сделать?» «Просто переопределите то, что называется рынок. Дайте определение того, что значит ваш рынок». «Вы можете сказать, мы занимаемся дорожным строительством». «Нет. Скажите, что вы занимаетесь транспортировкой. Рынок стал больше. У нас, оказывается, есть грузовики, и у нас еще есть самолеты, суда, пароходы и так далее. А теперь какова доля вашего рынка, когда вы занимаетесь логистикой? Появилась возможность для роста. Появилась причина для роста. Потому что есть новые конкуренты. И еще одна причина. В йоге говорят, что ты молод настолько, насколько гибок твой таз. Когда вот здесь, в тазе, теряется гибкость, ты становишься стариком. И вы знаете, что часто умирают от перелома тазовых костей. Называется структура. Организационная структура. Сейчас я вам дам несколько советов. И вы сможете использовать это в своих компаниях. Итак, первое. Никогда, 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 причем я говорю сейчас о крупной компании, не создавайте таких ролей. Вице-президент по продажам и маркетингу. Почему? Потому что продажи – это P – результативность, а маркетинг – это предпринимательство. R и P вместе. Что произойдет? Конечно же, результативность. Продажи задушат маркетинг. Это называется трансвеститы, понимаете? Вроде как женщина. Упс, оказывается, нет. Понимаете? Маркетинг в кавычках. Маркетинг – как придаток продаж. Это называется поддержка продаж, а не маркетинг. Маркетинг должен определять продажи. А здесь наоборот. Продажи определяют маркетинг. R задушила P. И, кстати, кто дает P? П – предпринимательство. Основатель. Основатель обеспечивает P. Основатель поначалу является олицетворением предпринимательства, когда появилась структура организации. Вы же хотите структуру, правильно? Возможно, система дает предпринимателей, а не только один основатель, пусть даже очень талантливый. Вам нужна система, правильно? Так вот, ни в коем случае, не дай бог, вице-президент по производству, научным исследованиям и инжинирингу. Знаете, что такое инжиниринг? Да, по сути, это пара этих сантехников, которые ходят с гаечными ключами, и все. Там ничего нового нет. И еще один момент. Вы знаете, 90% не получается разрулить это, потому что обычно персонаж слишком сильный. Ни в коем случае. Финансы и бухгалтерия вместе. Главный директор по финансам, который занимается и финансами, и бухгалтерией. Знаете, почему нельзя? Потому что бухгалтерия – это А. Администрирование. Это прошлое. А финансы – это будущее. И администрирование всегда победит финансы, понимаете? Или если это креативный бухгалтер, вы будете постоянно получать негативные сюрпризы. Разделяйте эти функции. Когда я смотрю на организационную структуру компании, я могу точно сказать ее возраст. Я могу знать, где она находится и сколько ей осталось. Как рентген. При оценке своих руководителей избегайте уравниловки. Всех под одну гребенку. Избегайте этого. Одна и та же система вознаграждения. Одни и те же ожидания для всех. Все одинаковое. Понимаете? Это А. Большое жирное А. Когда у вас уравниловка. Это не разнообразие. Это антиразнообразие. Для бухгалтерии – одна система вознаграждения. Для департамента продаж – другая. Для маркетинга – третья система. Маркетологов, например, я буду вознаграждать на основании того, во сколько рынков мы вышли. Допустим, какие новые продукты мы создали. Продажников, наоборот, за количество продаж. Понимаете? Исходя из природы их функций. И ожидания, и вознаграждения, и структура, и подчинение должны быть разными. Уравниловка старит и убивает компанию. Итак, каких же результатов мы с вами хотим? Группа менеджеров, не являющихся топами, могут самостоятельно влиять на жизненный цикл компаний. Смотрите как. Существует типичная ошибка. Очень часто мы соотносим проблемы с ответственностью. Так, чья это зона ответственности? Твоя? Принимайся за работу. Но этот бедняга не имеет ни полномочия, ничего. Поэтому что происходит? Ничего не происходит. В методологии Адизиса мы распределяем проблемы не по уровню ответственности, а по уровню полномочий. Если у вас есть на это полномочия, действуйте. Приведу пример Банк оф Америка. Меня отослали работать с одним дивизионом. Я собрал воедино все проблемы в этом дивизионе и спросил, так, что мы можем решить? Лишь 20% всех проблем. Потому что остальные от дивизиона не зависят. Как насчет остальных 80? Они говорят, да, мы ответственны за это, но полномочий у нас нет. Полномочия выше, нам их спускают. Поэтому я пошел к Сэму, генеральному директору, говорю, есть проблема. Он говорит, это не моя проблема, это их проблема, они ответственны. Говорю, нет, 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 нет. Они-то ответственны, но у них нет полномочий, а полномочия даете вы. Поэтому давайте, у вас есть выбор. Либо дайте им полномочия, либо тогда принимайте на себя ответственность и делайте это сами. Сначала дайте им полномочия. То же самое касается менеджеров. Не пытайтесь решать проблемы компании. Сначала научитесь решать свои проблемы, своего департамента, своего дивизиона. Если вы станете центром компетенций, тогда вы можете распространять методологию. Но всегда спрашивайте себя. Что я могу решить сам у себя, в своем подразделении? Знаете, был такой генеральный директор в одной военной академии в Штатах. Он сказал замечательную вещь. Если вы будете стараться решать проблемы мира, сначала приберитесь у себя дома. Поэтому любой менеджер должен прежде всего внедрять вашу методологию на своем уровне. И если это получится прекрасно, тогда вы положительно заразите этим всю компанию. В конце концов, что мы можем сделать? Мы можем сделать только то, что мы можем сделать. Поэтому начинайте всегда с себя, со своего подразделения, со своей управленческой единицы. Поговорю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.